И так мы продолжаем наши поиски оппозиции Ходим как диагент с фонарем и всех спрашиваем Оппозиция не попадалась? А нам отвечают, конечно попадалась И это хорошо Плохо только то, что верить можно далеко не всем Но мы не отчаиваемся и продолжаем наши поиски Есть ли оппозиция, которой вы доверяете безусловно? Вот так вот скажите Знаете, пожалуй, что нет Потому как я бываю на очень многих митингах И самым симпатичным для меня являются обычные простые люди Они как не лидеры То есть те, кто приходит туда массой Это очень много молодых людей Людей среднего возраста И эти люди мне симпатичны Что касается лидеров, то к сожалению Я бы ни за кого не пошел бы Ни под одно знамя я бы не встал сейчас Программу мы надеемся закончить к концу лета Но с некоторыми предварительными итогами Будем знакомить его в наших анонсах Вот такой, как этот У нас в России создано совершенно уникальное государство Оно занимается переработкой биомассы Которую по праздникам именуют население В личные богатства реформаторов и других руководителей страны И вывоз этих богатств в страны И легализацию их там в качестве личных богатств Это модель, которая не предусматривает развитие До декабря месяца она работала в принципе успешно К декабрю случилось несколько событий Самое главное, что нефтяная модель экономики перестала работать Чтобы удержать власть в такой сложный период В такой сложной стране, как Россия Необходима компетентность, авторитетность И массовое ощущение легитимности, законности этой власти К сожалению, все эти три момента у Путина отсутствуют И даже не столько у Путина, сколько у режима нынешнего Который воцарился в Кремле У нас есть господа Путина Медведев Вот сейчас мы с вами разговариваем А в интернете идет мой опрос О том, считаете ли вы эффективны их работу Так вот, ответ нет, считаю неэффективный С 35% пока на втором месте А на первом месте с 40% Ответ следующий Они что, работают? Я полагаю, что власть в России требует реформы И эти реформы неизбежно будут двигаться От гипертрофированной роли Кремля нынешнего К смещению роста влияния в сторону периферии В сторону окраин, в сторону региона Изменение законодательства Упрощение процедур регистрации партии Регистрация партии Проведение честных, свободных выборов Это вот то, что необходимо В результате этих выборов наверняка Сложится сложная конфигурация в парламенте И в результате свободных выборов Режим Путина неизбежно уйдет с политической эры Главное, это решение тех проблем, которые назрели Без решения которых невозможно выживание Российского общества уже в краткосрочном плане Без решения которых наша цивилизация будет уничтожена Не то, что государственность Исчезнет русская цивилизация Исчезнет, соответственно, русский народ Как таковой Первое Всегда говорят Вот, бессмысленно заниматься любой политикой Потому что вместо одних сволочей Мы выберем людей хороших Они быстро скораются Существуют механизмы ограничения людей Чтобы они не скорились Это традиционная демократия Но помимо демократии Есть еще антикоррупционные методы Антикоррупционные методы работают везде Ограничение коррупции Это не расстрел за взятку, нет Это, во-первых, освобождение от ответственности взяткодателя Если он сотрудничает со следствием Это итальянская модель, которая отлично работала Даже в Италии И мафия перестала быть значимой политической силой На севере и в центре Вторая, это американские законы модели РИКО Если член организованной преступной группировки А коррупция во власти всегда ворк преступность Не сотрудничает со следствием У его семьи конфискуются все активы Включая добросовестно приобретенные Нет, имущество минимальное для жизни остается Пожалуйста, вот вам социальная квартирка В неблагополучном районе Поставьте свечку Если там живут люди одного с вами цвета кожи А то вы там физически не выживете Да, пожалуйста, минимум одежду вам оставляют Это не советская система Когда человек выходил из тюрьмы И надо в том, что у него было только то, что на нем надето Нет Но это полностью убивает экономическую базу Организованной преступности и коррупции Просто потому, что общек никогда не хватает на всех И очень хорошая вещь Это электронная система принятия решений Когда весь документ оборот в электронной форме Во-первых, решение мгновенно То, что сейчас согласуется годами Пройдет максимум за три дня То есть, возможности затяжки снижаются Соответственно, снижаются возможности коррупции А самое главное Возможен скрытый, невидимый контроль Сейчас так Начинается проверка Что происходит в первую очередь? Пожар в архе А сейчас Пока ко мне в кабинет не придут с ордером Я не буду знать, что меня проверяют Так что борьба с коррупцией Это первое И любое государство Которое заинтересовано в выживании А не обслуживании глобального бизнеса Это дело делают Второе Это антимонопольная политика У нас абсолютно Тотальная Диктатура монополий Хуже, чем диктатура силовиков Они творят все, что угодно Значит, любая антимонопольная Любая корпорация Подозреваемая в злоупотреблении Монопольным положением Должна обеспечивать полную Финансово-экономическую прозрачность Для антимонопольного органа Из чего складывается цена? Какая у меня прибыль? Это может быть коммерческая тайна? Пожалуйста! Десять тысяч раз Антимонопольный орган Будет ее хранить И при резких колебаниях цен По примеру, Германии Сначала цена возвращается на старое место А потом уже расследуется, что это было Потому что расследование может занять годы И за это время экономике будет нанесен невосполнимый ущерб Все, достаточно Дальше У нас должны быть рабочие места Люди должны где-то работать Иначе не сойдут с ума От безделий Не говоря уже о голоде Значит Ситуация, когда все, что мы производим Почти все Дороже Китая А половина этого Еще и хуже того, что производит Китай У нас должен быть протекционизм Разумный На уровне Евросоюза Если нам Евросоюз Не дает равные с собой права в рамках ВТУ До свидания, ВТУ Это не фетиш Это не икона, на которую нужно молиться Это инструмент Дальше Прожиточный минимум Не как сейчас Когда наш прожиточный минимум По калорийности Вполне сопоставим с пайком Который немецкие военнопленные Получали в сентябре 1941 года Если государство В какой-то цедульке Именуемой Конституции Написало, что человек имеет право на жизнь Извините Он имеет право на жизнь И в экономической сфере И в экономической сфере Право на жизнь Прожиточный минимум Государство должно гарантировать По-любому Кстати говоря Это не дорого В год на это уйдет Порядка 8% От тех сумм Что сейчас валяются В федеральном бюджете Без движения Около 500 миллиардов рублей Причем часть из них Еще и вернется Обратно через налоговую систему Следующая Пятая мера Это малый бизнес У нас все хорошо С малым бизнесом по объему У нас много малого бизнеса Только он весь криминальный И торговый Почему? Потому что государство Его грабит Растите И мы вас будем стричь И стригут овечку Вместе с кожицей При этом налоги С малого бизнеса Небольшие Производительный малый бизнес Вот я Как это в фильме Я торгую Я торгую на рынке Колубнику Выращенную Своими собственными руками Папа нам говорил Вот малый бизнес Производственный Который произвел Продал Который не занимается Перепродажей Он вообще Никакими налогами В нашей стране Облагаться не должен По крайней мере Пять лет Там посмотрим Но пять лет Вообще Никакие налоги Дальше Нормализация судебной системы Это тяжелое занятие Но почему наши судьи Сегодня не интересуются Уголовным кодексом Почему им решение Приносят на флешки И некоторые судьи Чистосердечно говорят Вы знаете Подождите пожалуйста Флешку битую принесли Сейчас я подожду Пока принесут Потому что Основой Государственно встроенной На мой взгляд Является коррупция Как только вы Вырубаете коррупцию Суды получают Шанс стать независимыми Ну прежде всего Вот из горячих мер Что надо делать Буквально завтра Прежде всего Необходимо остановить Миграционный поток Исредняя Азия Необходимо ввести Как минимум Визовый режим С Таджикистаном Киргизией Узбекистаном Это то что нужно И можно сделать Хоть завтра И мало того Сто тысяч смертей От героина В год Они просто Выпьют об этом Это необходимо Делать немедленно Раз Второе Необходимо Пересмотреть ситуацию С Распределением Между регионами Бюджетного пирога Та ситуация Когда бюджет Чечни На 85% Состоит из дотации Федерального центра Она совершенно Нетерпима Нетерпима Когда в среднем По России На одного Жителя тратится 5 тысяч рублей Бюджетных денег В год А на жителя Чечни 50 тысяч рублей Это колоссальные деньги Это абсолютно Несправедливо Необходимо Разрушить этот принцип Необходимо Чтобы всякая Политическая сила В России Имела возможность Легально Существовать Легально Бороться на выборах За симпатии Избирателей И участвовать В политическом процессе Демократия Это залог Мирного Решения Проблем В стране И к этому Необходимо Двигаться Необходимо Прекратить Практику Сложившуюся Разворовывание Национального Богатства В России Вот та ситуация Когда над нами Царствует Режим Жуликов И воров Она совершенно Нестерпима Этот режим Должен уйти В прошлое Необходимо Изменить Само Устройство России Россия Должна Стать Русским Национальным Демократическим Государством Главное Что повышает Рост этнической Напряженности Главная проблема С Северным Кавказом Коррупция Потому что Коррумпированный Чиновник Ему не нужен Нормальный Гражданин России Который считает Что у него Есть какие-то Права Ему нужны Бесправные Рабы С другой стороны Ему Не нужны Русские Потому что Русская культура Она Органически Не терпит Коррупцию Мы Коррупционеров Ненавидим Для нас Это не образ Жизни Это насилие Над нами Это преступление Которому вынуждены Подчиняться А есть культуры В которых Это нормально Есть даже Такое чудесное Английское слово Бакшиш Естественно Коррупционер Во власти Он хочет Он не хочет Он не делит Людей по нации Он интернационалист Он хочет Чтобы ему приносили Легко Много И консолидировано А это К этническим мафиям Поэтому этнические мафии Становятся Неприкосновенными А как только Они стали Неприкосновенными Дети Дети Родителей Поняли Что они могут Творить все Что угодно Их выкупят Потому что у папы Много денег А менты продажные Все И он начинает Творить абсолютный Беспредел Он начинает кататься В джипе по вечному огню Он начинает стрелять Дай бог Холостыми Истечкиным В воздух В центре Москвы Он начинает Убивать людей Ради развлечения На улицах Потому что он знает Что ему за это Ничего не будет И это правда Это разрушительность Любой власти Которая хочет жить здесь А не Жить в Швейцарии Поэтому ограничение Коррупции Автоматически Вырубит Значительную часть Этой проблемы Когда мне говорят Ой русский фашист Ребята Русский фашизм Решение русского фашизма Это три вещи Первое Отзыв агентов Спецслужб Или по крайней мере Им командой Сидеть тихо И не выпендриваться Я знаю О чем я говорю Второе Это борьба С этнической преступностью И третье Это ограничение Коррупции Которая тоже Является неотъемной частью Борьбой с этнической преступностью Что бы мы не делали С Кавказом Решили бы мы Его Окультурить Интегрировать Внутрь себя Решили бы мы Его отделить Непереходимой Стеной Сделали бы Какой-нибудь Промежуточный вариант Все равно Кавказ Будет Чрезвычайно Финансово затратный Финансово затратный Проект Но вопрос На кого Тратить деньги На что И каким образом Все равно Необходимо Делать санитарный Кордон Да Потому что Локализировать Эту проблему Как переборка В отсеке Необходимо Тратить деньги Но не на покупку Лояльности Местных ханов А на решение Проблем Ныне существующих Русских общин На Кавказе В Москве Необходимо Практика Нулевой Толерантности К преступникам Любые Преступления Должны быть Жесточайшим Образом Подавляться И Национальные Особенности Гостей С юга Не могут Служить Основанием Для смягчения Действий Полиции И правоохранительных Органах В их адрес Ведь на протяжении Последних Как минимум 15 лет Государство Предлагало Титанические Усилия Чтобы В политическом Поле Отделить Либералов Левых И патриотов Не дать им Друг с другом Договориться И чтобы их Ссорить Друг с другом И активисты Друг друга Ужасно не любят Как только Вы с уровня Активистов Переходите На уровень Обычных Людей Которые Недовольны Которые Тоже Ходят И протестуют Разницу Найти невозможно Четыре Базовые Ценности Нормальное Здравоохранение Нормальное Образование Нормальное ЖКХ И ликвидация Силового Рэгета Государство Должно нам Служить А не нас Уничтожать Три Из этих Четырех Ценностей Это Социальные Ценности Естественно Люди Хотят Видеть На трибуне Кого-то Кто им Социально Близок Кто Говорит О том Что Им Надо Но Случилось Как и обычно На первом Этапе Трибуна И организация Процесса Захвачены Либералами У них Есть Деньги У них Есть СМИ Они Проходили Хорошие Стажировки Как Организовывать Взаимодействие Людей В социальных Сетях Они Эффективно Пропагандируют Незрелую Молодежь И В итоге Мы видим Что Господин Акунин Вышел на Трибуну Получил Контракт Его Больше Нет Господин Парфенов Вышел на Получил Контракт Его Больше Нет И Некоторые Другие Точно Так же